Всем здравствуйте, меня зовут Черноморец Михаил, я студент второго курса колледжа Щелковского. Хотел бы поделиться своим опытом использования инструмента IP-Calc в рамках демонстрационного экзамена по специальности сетевой и системной администрирования в колледже. В своем докладе я рассмотрел опыт успешного применения инструмента IP-Calc в рамках подготовки в процедуре. Я готовил мануал, по которому экзаменуемые готовились к демонстрационному экзамену. По этой схеме нам было выдано задание рассчитать адресацию для сети. Нам для сети нужно было рассчитать адресацию для бранча и для HQ, не более 16 и 64 адресов соответственно. Утилита IP-Calc это инструмент для выполнения операций и расчетов с адресами. Как мы видим на скриншоте, у нас есть сеть 10.3.4.0, есть базовый вывод информации об сети, а также вывод двоичного кода, но он мало кем используется. Калькулятор подсетей. Это создано для того, чтобы мы могли эффективно управлять сетью, мы должны уметь работать с подсетями. Говоря простым языком, системный администратор разбивает сети на несколько малых подсетей с достаточным количеством адресов. Возможности программы IP-Calc. У нас есть параметры базовые. Это параметр "-b", то есть он отключает вывод двоичного кода. Параметр "-s", он позволяет нам разбивать сеть на несколько подсетей. Дальше рассмотрю. Параметр "-h", он выводит команду в HTML виде, что позволяет ее сохранить в формате HTML и отправить кому-либо в достаточно простой форме. И также параметр "-c", он позволяет нам вывести обычную маску, используемую нами в данный момент. Опция "-b", она у нас выводит сети без двоичного кода, если нам это не требуется. Опция "-h", как мы видим на слайде, она выводит информацию в HTML виде. Ее можно перенаправить с помощью эха, например, в HTML файл, как я говорил, и отправить страничкой кому-либо. Опция "-c", она выводит базовый параметр маски, который у нас установлен в сети. Вывод такой, что IP-Calc это простая программа, которая удобна как для пользователей Windows, так и для пользователей Linux, потому что проблем при подготовке не наблюдалось. То есть пользователи у нас, проходившие экзамен, не сильно знакомы с Linux, и вот при использовании этой утилиты проблем особо не возникло при подготовке, хоть они и пользовались в первый раз ею. И пользовались в первый раз окружением Linux вообще. Вот такой вот вывод. Всем спасибо. Спасибо большое. На мой взгляд, вот среди всех ключиков IP-Calc, самый полезный ключик минус N. Он отключает цвета, да, потому что IP-Calc, глаза сломаешь, читать, что там написано, пока не отключишь цвет. Нет, вот стоило, наверное, этот ключик тоже рассмотреть. Это субъективно, потому что проблем с этим не было. У них молодые глаза, они там все прочитали. Вот как у этого пингвина. Ну это Альфа-канал, понятное дело. Вот, хотел высказать благодарность за то, что уже давненько не сталкивался живьем с древним искусством, чтением манов с выражением. Вот я прям помолодел. Спасибо. Это был сарказм, да, Миша? Нет, это была благодарность. Я просто немножко удивился вообще, что прямо по какой-то утилите там вот мэн и превратился целый курс. То есть это нормально, да? Держи кубик. Неужели больше вопросов нет? Потому что это последний вообще такой последний доклад. Да, это последний аккорд. Да, и вот надо как-то подвести какой-то итог. Немножко просто доклад такой вот, что прямо мэн взяли какую-то утилиту и при ней привели курсы. Ну что, замечательно, что вообще-то это мучают, конечно, да, надо этому радоваться. И главное, значит, да. А, ну все-таки есть вопрос, да. Хорошо, давайте. Ну это скорее ответ на ваш вопрос. Действительно, айпекалка – это замечательнейший инструмент, которому вот прямо очень вот прямо вот с самого начала, потому что, конечно, можно с ручкой, с бумажкой рассчитывать сети, но вот этот инструмент – это один из первых, которых нужно давать. Да, но заслуживает ли он отдельного курса, прямо отдельного такого? Я понимаю, там какой-то курс, и вот такую-то, такую-сякую, там, а тут вроде как-то, ну вот, не комплексно, может быть, как-то. Ну, минимум какой-то микросеминарчик, да, почему бы нет. Хорошо. Если это доклад завершающий, то вопрос такой, а что в планах? В планах? В планах чего? Какая следующая третья проведется курса? Изучение с возможным докладом вот здесь. А, пока не знаю. Там пинг есть еще? Нет, ну, в принципе, или что-то строить на базе эпикалки, может быть, какие-то. Мисс, может, поможете, прокомментируйте. Микрофон только, пожалуйста. Я хотел тоже ответить на вопрос. Дело в том, что Михаил имел в виду подготовки абсолютного количества студентов в колледже, не вуза, к процедуре демонстрационного экзамена, учитывая еще то, что большинство студентов, ну, я не открою секрет, несмотря на то, что у нас операционные системы Linux, они изучаются, но уже в данном отделении, где учится Михаил, порядка двух лет, но большинство из них в индузиатнике сплошные. И, соответственно, рассчитать сеть без наличия интернета, ну, это достаточно, просто для кого-то это, ну, лайфхак своеобразный. Дело в том, что, ну, на нескольких демонстрационных экзаменах, которых мне довелось быть, там этим простым решением не пользуются почему-то. Хотя расчет у всех одинаковый. Данное задание было абсолютно одинаковое для всех. И рассчитать вот эту тривиальную вещь, как бы, вот, некоторые просто ее пропускают. Ну, то есть, на самом деле, мы просто, наверное, не очень представляем, что такое вот профессиональное образование, где там какие-то люди, которые на случай ядерной войны прокладывают сеть, интернета тоже нет, они достают специальные логарифмические таблицы, которые там, вот, по сути дела, эпикалк делают. Может быть, и логарифмические таблицы, вы, ну, не надо ли смеяться. Нет, не смеюсь. Окей, то есть, окей, хорошо. Ну что ж, кто-нибудь может... Еще раз, да, наверное. Скажет за...